В Москве 26-27 мая 2015 года состоялась конференция Positive Hack Days, посвященная исследованиям безопасности. Развиваемая организаторами и участниками концепция этического хакерства, хакеров в белой шляпе, предполагает, что информацию об обнаруженных прорехах в системах защиты следует немедленно доносить до разработчиков, специалистов по обеспечению ИБ. Однако общество и бизнес к подобной деятельности не случайно относятся с некоторой опаской. Ведь даже у специалистов-практиков нет общего мнения о том, где проходит граница между исследователями и хакерами-преступниками. Так насколько надежны белые шляпы? Способны ли они устоять перед соблазном солидного заработка за счет эксплуатации найденных уязвимостей? И правда ли, что бизнес заинтересован в использовании уникальных навыков криминальных хакеров и готов принимать в штат гениев киберпреступного мира? Своё мнение в эфире BizTV высказывают представители отрасли, специалисты ИБ и представители сообщества белых шляп. Не секрет, что те самые черные хакеры, которые оперируют миллионными бюджетами и зарабатывают кучу денег, это с точки зрения технических компетенций люди далеко не самого высокого уровня. Это 95% это просто люди, которые умеют пользоваться тем, что сделали другие. Поэтому, не знаю, на мой взгляд, сейчас в наши дни нет никакого особого какого-то ореола таинственности, романтики на блокхэта. В моём понимании это преступник, который решил заработать деньги с помощью компьютера. Почему-то считается, что хакер, который был блокхэтом, черным хакером, он очень крутой, его все хотят, и он перевоспитался. Ну, в смысле, нет, я не видел. Они, конечно, есть, но их мало. Есть достаточное количество у нас в России сейчас, которые, собственно, люди, которые, в том числе и которых я собеседую к себе на работу, совершенно грамотные, очень грамотные парни, которые ни в чём таком не были замешаны, потому что, ну, неинтересно. Задача сообщества, государства, бизнес-сообщества – показать людям, что можно быть, условно говоря, хакером, но при этом работать в легальной профессии, работать по специальности, развиваться, получать официальную зарплату, иметь семью, ездить на конференцию в тех же самых штатах, там специально есть госпрограммы, они объявляют наборы, рекрутеры со школы ещё, да. У нас сейчас тоже есть движение в эту сторону, вот, и это очень важно. Люди у нас умные, молодёжь как бы очень талантливая, и важно, чтобы таланты не переходили на другую сторону, потому что во многом это некая метка, то есть потом тяжело вернуться к нормальной жизни на самом деле. Нам очень важно, кто у нас работает. Люди проходят очень строгий отбор и по личным качествам, и не только по профессиональным качествам. Поэтому, конечно, человека подозрительно мы скорее не возьмём, чем возьмём. К этому, наверное, не раз уже пытались подойти, но поскольку законодатели хотят перехватывать инициативу и взять под контроль деятельность такого рода хакеров, которые сами по себе, очевидно, не готовы быть кем-то контролируемыми, то все эти инициативы, они либо распадаются, либо, собственно, не доводятся до своего финального завершения. Вопрос в том, можно ли доверять такому роду человеку, который из чёрного перешёл в белый, он остаётся открытым. То есть есть компании в области безопасности, которые категорически против брать на работу таких людей, есть компании, которые достаточно спокойно к этому относятся, есть, которые даже привлекают такого рода людей, в общем-то, не имея никаких там этических принципов в осуществлении такого рода деятельности. Поэтому время покажет, собственно, кто был прав, следует той или иной концепции. Чёрного хакера не стал бы брать 100%, ну, потому что люди, которые что-то уже нарушили, получили от этого, скажем так, ну, как минимум какое-то удовольствие, да, у них постоянно будет, ну, им хотеться сделать опять такой же шаг. Белые – это совсем другие, у них совсем другая направленность, да, у них основное – это не нанести какой-то вред, да, а в основном это вот интересно что-то попробовать, что-то сделать. Люди, у которых в мыслях нет что-то испортить, да, что-то нарушить, что-то, не знаю, там, забрать, да, там, продать, ещё что-то сделать. Вот, поэтому как-то так, вот, ну, белых, да, белых с удовольствием, потому что им нравится работать на защиту, потому что они защищаются и тут же пытаются сами эту защиту преодолеть, да, с такими людьми действительно, ну, и интересно, и приятно работать. Мы обычно делаем проверку, ну, особенно если мы нанимаем в какие-то такие важные области, и если мы узнаём, что человек был замешан в каких-то таких нехороших историях, то мы его на работу не берём, потому что для нас репутация важнее, понятно. Мы компания, работающая в области информационной безопасности, и если потом всплывёт, что вот этот человек там какой-нибудь гады сделал, да, то это потом скажется на репутации компании, поэтому, конечно, принципиально нет. Какова вероятность того, что нанятый хакер переметнётся обратно в лагерь преступников? Да. Думаю, что эта мысль всегда будет у вас на уме. Придётся контролировать действия такого специалиста, а также определиться, насколько вы ему доверяете. Если человек нажал себе неприятности просто потому, что ему были неизвестны границы дозволенного, то сотрудничество с ним ещё допустимо. Что касается тех, кто в прошлом сознательно совершал преступные деяния, на мой взгляд, говорить о доверии тут бессмысленно. Я знаю прецеденты, когда людей, у которых есть такое чёрное прошлое, брали на работу, и брали на работу на соответствующие должности, либо специальности. Например, человека, у которого есть за плечами взлом банков, взяли на работу в IT-подразделение одного из крупных банков нашей страны. Очевидно, что каждый имеет шанс на исправление. Здесь две стороны у этой медали. И одна, да, это, возможно, более осведомлённость, большая осведомлённость у так называемых чёрных хакеров в различных способах взлома тех или иных продуктов. И второй момент – это попытка работодателя сделать мир чуточку лучше, то есть превратить чёрного хакера в белого. Нельзя воспринимать людей, ну, скажем так, огульно. Если человек, он действительно полезен, если человек обладает живым мышлением, человек видит ситуацию с нового угла и вносит свежую струю, то его можно использовать. Здесь возникает вопрос другой – вопрос доступа к информации и контроля доступа к информации этого человека. Естественно, этот вопрос будет обсуждаться. Очень важный аспект активизма заключается в том, что люди смотрят на мир с другой стороны, люди смотрят на мир недетерминированно, не в рамках жёсткой, высеченной золотом на бронзе модели. И вот эти вот углы зрения, динамика – это всё то, что оживляет мир информационной безопасности, это то, что нужно. На мой взгляд, вторжение в какую-то информационную систему, какое-то, может быть, раскрытие каких-то данных не является само по себе ещё грехом, ничего не делает хакера чёрным. Но если он эти данные использует так, что они навредят их владельцу, то это уже чёрный хакинг. Потому что сейчас же существует программа «Макбаунти», и исследователи много пытаются взломать сайты не для того, чтобы как-то воспользоваться этими данными к себе на пользу, а наоборот сообщить об уязвимостях и, в общем, помочь их исправить. Сейчас безопасность – это одна из областей, куда вкачивается именно в легальный сектор очень-очень большие средства. То есть компания инвестирует, благодаря этому она происпевает, благодаря этому мы имеем такие здоровские конференции. И поэтому, будучи на белой стороне, можно тоже неплохо зарабатывать. Главное – это интерес. Поэтому, если человеку становится интересно защищаться, то он будет защищаться, а если ему станет интересно, в общем, перешагнуть на ту сторону закона, он попробует, но он может вернуться обратно. Почему нет? В то время как хотелось бы попытаться обойти совершенно разные способы защиты, думаю, из каких-то моральных принципов я бы потом, ну, всё-таки сообщил об этих данных, ну, в любом случае, не стал бы использовать их возможности. В хакерстве грань между исследовательским интересом и жаждой наживы зависит от таких тонких материй, как совесть и идеалы, от баланса между материальным интересом и желанием совершенствоваться. Одни считают, что эта грань прозрачна, и специалист способен вырасти с чёрной шляпы, раз и навсегда перенести свои усилия в конструктивное русло. Другие уверены, что белые и чёрные шляпы это два разных вида людей, и доверять безопасность компании и её репутацию человеку, который знает вкус лёгких денег преступного промысла, было бы верхом неосторожности. Тем больше резона для энтузиастов ИБ не рисковать своим будущим, а раскрывать свои таланты в открытом взаимодействии с коллегами, обмениваться наработками в формате докладов и участвовать в увлекательных соревнованиях. Площадкой для этого служат Positive Hack Days и ряд других российских и зарубежных конференций. Открытое сотрудничество и желание жить в защищённом, надёжном мире — это то, что позволяет хакеру подняться на уровень специалиста по информационной безопасности, играть в поддавки и выигрывать раз за разом — непростая, но интересная задача для каждого, кто увлечён информационной безопасностью. Субтитры подогнал «Симон» —